Индекс кассе закрывает пятую неделю подряд снижением. В последний раз такая тенденция наблюдалась в апреле 2016 года. По итогам недели индекс голубых фишек снизился на 0,75% и достиг отметки 2382 пунктов. Из семи наименований акций, входящих в индекс, четыре компонента закрылись в минусе. Вновь на текущей неделе наибольшее снижение на фоне дешевеющей меди продемонстрировали акции Казминерал, цена которых упала более чем на 3,5% до 4145 тенге. За неделю медь подешевела до минимальных уровней с апреля текущего года до 6698 долларов за тонну. Далевые инструменты Казахтелеком повысились почти на 2% до 33900 тенге. По акциям телекоммуникационной компании в четверг наблюдалась возросшая активность. Скорее всего, это было связано с публикацией протокола общего собрания акционеров, которое прошло 30 мая. Напомню, что компания направит 71% от чистой прибыли на выплату дивидендов за 2017 год. В перерасчете на одну простую акцию дивиденд составит 1595 тенге. На текущей неделе на кассе состоялось сразу 5 размещений. Министерство финансов Казахстана привлекло на кассе 22,8 млрд тенге, разместив свои 14-летние облигации под 8,45% годовых. По итогам аукциона было удовлетворено 4 заявки. Компания Павлодар Энерго планировала разместить 19 июня 50 млн облигаций, однако разместила лишь 10% от планируемого объема и привлекла таким образом 400 млн тенге под 12,5%. Срок до погашения облигаций составляет 8 лет и 2 месяца. Местные исполнительные органы сразу трех областей – Казалардинской, Жамбылской и Октюбинской – путем размещения двухлетних облигаций привлекли на кассе суммарно 3 млрд тенге. Доходность по однодневным валютным свопам за неделю прибавила 124 базисных пункта до 7,92% годовых. Доходность операции РИПО с государственными ценными бумагами сроком на один день повысилась на 3 базисных пункта и остановилась на уровне 8,09% годовых. Открытая позиция по нотам Нацбанка на этой неделе находилась на уровне 4,2 трлн тенге. Нацбанк за текущую неделю вне биржи разместил 6 выпусков нот, общий объем которого достиг 1,3 трлн тенге. По пяти выпускам недельных нот объем размещения составил 1,16 трлн тенге. Доходность находилась в коридоре 8,11-8,12% годовых. Спрос на недельные ноты был удовлетворен полностью. По 28-дневным инструментам доходность достигла 8,26% годовых при объеме размещения 254 млрд тенге. Спрос на месячные ноты превысил предложение на 5%. Средизвешенный курс доллара США по итогам недели вырос на 1,2% или на 3 тенге 88 тенге до 340 тенге 27 тенге. По итогам этой недели объем торгов по сравнению с прошлой вырос на 68% до 977 млн долларов США. Курс валютной пары доллар-тенге продолжил расти четвертую неделю подряд. При этом максимальный объем торгов из этих четырех недель пришелся на текущую. Давление на тенге всю неделю оказывал внешний фон. В особенности нефть, которая снижалась на ожиданиях увеличения объема добычи нефти на заседании ОПЕК+. Поворотной оказалась пятница, когда тенге впервые с 11 июня смог укрепиться. Этому вновь опосредованно поспособствовали внешние факторы, а именно значительное укрепление рубля относительно доллара, а также рост цен на нефть. Российская валюта по итогам недели снизилась менее чем на 1 тенге до 5 тенге 37 тенге. Суммарный объем торгов за текущую неделю достиг 250 млн рублей. Курс евро полностью отыграл пятничное снижение на прошлой неделе, которое было вызвано снижением прогнозов ЕЦБ касательно роста экономики еврозоны на 2018 год. По итогам недели курс евро вырос на 2,2% или на 8 тенге 40 тен до 397 тенге 30 тен. Курс юаня по итогам недели вырос менее чем на 1 тен до отметки 52 тенге 40 тен при объеме сделок 4 млн 100 тыс. юаней. Это был еженедельный обзор казахстанской фондовой биржи. Увидимся с вами на следующей неделе. Субтитры создавал DimaTorzok